Украинцы проголосовали за перемены. Теперь очередь нового руководства понять и реализовать надежды своих избирателей. Так считают в российском МИДе. Украина может осуществить перезагрузку. Народ способен объединиться на основе общенациональной повестки. Это мнение официального представителя Министерства иностранных дел Марии Захаровой. Между тем, Зеленского уже начали поздравлять мировые лидеры. Молодому политику позвонил президент США Трамп. Поддержку выразили главы Франции, Австрии, Польши. Отреагировали на победу Зеленского и влиятельные западные издания. Британский Индепендент пишет, что разгром Порошенко отражает народный гнев по поводу коррупции и экономической ситуации. А в германской Дивель считает, что к власти в Киеве приходит человек, который, не будучи пророссийским, тем не менее может учесть голоса русскоязычных украинцев. И вот срочные сообщения приходят в эти минуты. Дмитрий Медведев прокомментировал предварительные итоги выборов на Украине. Глава Кабмина сообщил, что перед новым президентом Украины будет стоять задача консолидации страны с учетом сложившихся за последние годы реалий. Для улучшения отношений России и Украины нужна честность и прагматичный подход.